РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, с Вами протеерей Павел Великанов. Сегодня в храмах звучат слова из послания апостола Павла к римлянам. 11 глава с 13 по 24 стих. Давайте послушаем. Вам говорю язычникам, как апостол язычников я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. И так видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Любой садовод знает, если хочешь, чтобы твоя яблоня много лет радовала сочными и вкусными плодами, надо правильно выбрать и подвой, то, на что прививают, и привой, то, что прививают. Правильный подвой своими соками, устойчивостью к морозам и болезням станет фундаментом, на котором особенности сортового привоя смогут раскрыться во всей полноте. И так мы получим и яблоко ароматное, и дерево плодовитое и устойчивое. Сегодня апостол Павел в своем послании использует этот образ не только для того, чтобы раскрыть удивительный в своей премудрости божественный замысел, привить изысканную и тонкую греко-римскую культуру на мощный, уходящий корнями в толщу веков подвой веры ветхозаветных праотцев. Апостол указывает на то, что самая проблемная зона привитого дерева – именно место сращивания между подвоем и привоем. Если быть небрежным, привитая ветвь может погибнуть. Я бы хотел эту садоводческую аналогию, предложенную самим апостолом, перенести ближе к нашим реалиям и вот над чем задуматься. Большая часть людей сегодня именно прививаются, как новые ветви, к мощному стволу православной традиции. На что следовало бы обратить внимание, чтобы это взаимодействие между подвоем и привоем было бы результативным и опасного обламывания не произошло? Первое. Никакой привой сам по себе удержаться на подвое не сможет. Уж больно все открыто, соединено в самых уязвимых, незащищенных местах. Поэтому грамотный садовник обязательно крепко обвяжет специальной лентой место привоя, густо смазав садовым варом. Фиксирующая привой лента – это весь православный уклад жизни, прежде всего молитва, участие в богослужениях церкви, соблюдение постов, чтение Писания и многое-многое другое, что и составляет ту внешнюю рамку, опору, которая только и может удержать человека в его новом состоянии. Несомненно, это непростой, даже болезненный процесс, когда в тебе начинают протекать иные, незнакомые, непривычные соки. Поэтому очень важно наблюдать, чтобы эти внешние формы соблюдались неукоснительно, чтобы не разболталось самое уязвимое место соединения, пока надежно все не срастется. Второе, и про это, увы, чаще всего забывают. Очень важно по прошествии определенного времени снять фиксирующую ленту и освободить место прививки. Если этого не сделать, она с течением времени превратится в удушающую ветку кольцо и потом окончательно изуродует растение, не давая ему расти. Благословенные и абсолютно необходимые на раннем этапе формы религиозной жизни могут стать проклятием и даже причиной духовной смерти, если в определенный момент приросшая к древу Христовой Церкви новая ветвь попытается сохранить в неприкосновенности все то, что было когда-то жизненно необходимо. И, наконец, третье, уже крепко сросшаяся с деревом новая ветвь требует постоянного внимания. Ее надо обрезать, формировать крону, убирать горделивые волчки, выстреливающие ввысь сверхактивные ветви в местах среза, пригибать ветви ближе к земле, чтобы больше завязалось плодовых почек. Если оставить в небрежении, толка от новой ветви может оказаться крайне мало. То есть даже ощутивший свободу от жестких изначальных рамок крестьянин все равно должен постоянно следить за тем, насколько он плодоносен и с помощью духовника производить регулярный осмотр и коррекцию своего пути. Надеюсь, эти три простые правила помогут новым ветвям занять свое достойное место в раскидистой кроне Древа Христовой Церкви. Апостольские чтения